всем привет ребята вы на канале Миша и Собакин Фредик сегодня мы с вами почитаем ветри завет библии и с вами будем тут узнавать что у нас тут в библии сегодня будет ребята разговариваю очень тихо потому что моя сильная голова болит просто так что я буду немножко тихо разговаривать Аврам был старик у него была жена и племянник слуги овцы козы и верблюды он не знал он не знал куда он направляется и как долго продлится их путешествие но Аврам поверил Богу он собрал все свои вещи палатки стадо и отправился в путь через горячую пыльную пустыню что что у нас тут что что у нас тут сказывается то Аврам был стариком и у него была жена и племянник слуги овцы козы и верблюды он не знал куда направляться и как долго продлиться их путешествие но Аврам поверил Богу он собрал все свои вещи палатки стадо и отправился в путь через горячую пыльную пустыню что тут закололок в путь ему нужно было срочно куда-то например в пустыну и он не знал куда направляться но он поверил Богу что вот например завтра мы будем уезжать в Зеленоградск это путь мы же из Калининграда в Зеленоградск уезжаем это путь это путь и с этого города до Зеленоградск это называется путь вот так же тут он не знал куда ехал потому что он поедет через горячую пыльную пустыну а наоборот а мы знаем куда завтра поедем завтра мы поедем вверх Бог благословляет Аврама когда Аврам пришел в земную хана который обещал ему Господь он видел что земля это полна зелень и источник воды это было прекрасное место для нового дома я благословлю тебя Аврам сказал Господь эта земля будет принадлежать тебе и твоим детям и всей твоей семье у тебя будет столько потомков сколько звезд на небе что тут у нас сказывается что Бог благословляет Аврама и своим благословением Аврама он говорит что он пришел в землю хана которого обещал ему Господь он видел что эта земля чем полна зелень и источниками воды это было прекрасное прекрасное место для нового дома что он приехал в пустынную пустынную пыльную и у него был новый дом я благословлю тебя Аврам сказал Господь эта земля будет принадлежать тебе и твоим детям и всей твоей семье что Аврам был добрым и Господь с ним дружил и он сказал что эта вся земля будет принадлежать тебе твоим близким и твоей семье у тебя будет столько потомков сколько звезд на небе что потомки это люди он сравнивал потомках со звездами потому что на небе у нас много звезд и тут много людей ну так сравнивал то ли путников Аврам Бог дал ему новое имя знал что Господь исполнит что исполнит то что обещал но про себя он удивлялся как же у него будет тысяча потомков если у них жену нет даже одного ребенка однажды в жаркий день трое потом путников подошли к шатру Аврама он сразу понял что путники принесли ему весть от Бога и Аврам радостно принял их что трое потомков было Бог дал новое имя новое имя и знал что Господь исполнит что то обещал но про себя он удивлялся как же у него будет тысяча потомков если у него нет даже одного ребенка что у них с женой даже не было одного ребенка однажды в жаркий день трое путников подошли к шатру Аврама он сразу понял что путники принесли ибо весть от Бога и Аврам радостно принял их что он говорил Господь что у тебя будет потомки вот к нему подошли путники трое и он их принял он их накормил и напоил Владимир и Асак путники сказали Авраму что через год его жена Сара будет держать ребенка на руках и они вновь придут к нему Сара только посмеялась услышав это она почти старуха как она сможет родить ребенка но Господь верен своему слову вскоре 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 Сара и Аврам родился на день которого они назвали Эсак что тут путники говорили что у твоей Сары появится ребенок и они стали возмущаться как у меня появится ребенок если я уже старуха потому что она уже была старуха но Господь не врал он все верил и вскоре у Сары и Аврама родился младенец которого они назвали Иосак Печальный день для Аврама Иосак рос крепким мальчиком родители не могли нарадоваться на сына однажды Господь вновь заговорил с Аврамом что велел сделать Господь нет он точно не мог просить об этом но Аврам любил Бога но он доверял ему Аврам с Иосаком подошли на гору чтобы принести особенный да Богу Слышали какие соседи у нас кричат ненормальные что родители они были старые Иосаком но они не могли нарядоваться потому что они были старыми и однажды Господь вновь заговорил с Аврамом что велел сделать Господь нет он точно просит об этом но Аврам любил Бога он доверял ему что Аврам любил Бога и поэтому он доверял ему а Господь ему доверял Аврама Аврам и Иосаком пошли на гору на гору чтобы принести особенный дар Богу что им нужно им нужно было принести особенный дар Богу а сейчас мы это и узнаем особенный дар Отец Отец а где ягненок для жертвы спросил Иосак Аврам знал что Иосак верит ему так же как и он сам верит Богу поэтому когда Аврам поднял нож над сыном чтобы отдать его дар Богу Иосак не испугался но вдруг остановись но вдруг остановись сказал ангел Аврам теперь Бог знает что Аврам любит его и верит ему что у них был особенный дар и Аврам поднял нож на сына и он не испугался это был он сказал остановись но вдруг с ним заговорил ангел Аврам остановись теперь Бог знает что Аврам любит его и верит ему что Бог и так знал что Аврам любит в него и он его что делал любил любил вот чай подожди чай подожди все все ребят покажем заканчиваем библию завтра в пятницу у нас будет два ролика или один потому что мы завтра уезжаем линоград так что будем читать божий закон а еще посмотрим что у нас там повремя подождите вроде по времени нормально сейчас покамею покамею нормально спать начнем начнем давайте и люди вчера мы остановились на окрестное знамение люди ставят или свои буквы или какой-нибудь знак на вещи которые они хотят отменить когда хотят показать что вещь посвящена спасителю отвечает крестом крест ставится на церкви на евангелии на церковных одеждах священника крест носит на груди и сам священник все крестьяне все крестьяне носят крест потому что все они посвящены богу что тут у нас происходит что все священники что о них что у них комплект я вчера вам говорил и самое последнее они должны что делать они каждый священно крестьян должен носить крест на груди вот я крещеный и у меня крест знаю что многие у нас крещенные есть в кресе нашу ну да что тут на евангелии на церковных одеждах священника крест носит на груди и сам священник все крестьяне носят свой крест потому что все они посвящены богу кто носит крест запомните тот посвящен богу продолжаем кроме этого мы в некоторых случаях жизни особо изображаем на себе крест снова посвящаем себя богу мы крестимся вот так для этого мы складываем три первые пальца как я вас учил давайте складываем три первые пальца вот правой рукой не левой левой нельзя правой вместе а два остальные пригибаем вниз к ладони и три сложенные пальца кладем на лоб на грудь на правое на левое плечо вот так три соединенные пальцы показывают что мы верим в то что бог есть троица ты и е что бог отец бог сын бог святой что одно лицо а три лица и что это не три бога а один бог что тут у нас показывается как нужно креститься вот так и вот так но это уже все должны знать и если человек тот если он это делает значит он верит бога вот он значит верит бога и значит что он существует дальше два пальца пригнут пригнутые вниз показывают что мы верим что наш спаситель Иисус Христос где это вот вот это мы верим вот в бога а вот это и спаситель Иисус Христос ах если есть одновременно и настоящий бог и настоящий человек богочеловек изображенная на себе крест мы показываем что хотим принадлежать спасителю и ему служить что если мы ходим в рам молимся то значит мы что делаем мы значит готовы принадлежать к служению это легко чтобы это было еще яснее мы если это время не читаем ребята я не буду предсказывать просто буду коротко говорить чтобы это было еще яснее мы если это время не читаем другое молитвы мысленно говорим во имя Отца во имя Отца и Сына и Святаго Духа аминь Т и Е мы хотим жить и действовать не для себя а для Господа Бога слово аминь значит правда пусть как будет что мы служим не для себя а для Господа и Бога вот и и слово аминь мы знаем значит правда пусть так и будет перекрестившись следует немного наклонить голову этим мы выражаем наше почитание Господу Бога если мы со вниманием искренним искренним желаем творим творим крестное знамение перекрестимся то оно — даст нам великую силу делать добро чтобы отгонять зло что тут у нас есть если со вниманием с и искорением желаем творим крестную знамение то оно даст нам великую силу делать добро и отгонять зло. Ребята, вы пока что тут побудьте, я сейчас приду, мне нужно за временем следить, я возьму часы, чтобы знать по времени, все, я вас пока что выключаю свет. Продолжение следует... 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 Я вам одно покажу. Когда у нас вечер, на всем нашим день необычные праздники, то у нас в УСО выносят 5 хлебов, вино и пшеницу. И свеги. Вот. Покажу. Вот. Так. Вроде все. Так. Ребята, я хотел с вами поговорить на дело, что у нас сейчас происходит в, мы знаем, в Украине. Там сейчас идет военное действие. И нам нужно сейчас молиться Богу, чтобы все это перекрестилось. Потому что там все серьезно встало. Мы можем проиграть. Нет, мы не сможем проиграть никогда, потому что наша Русь стоит-стоит. Там сейчас идет война, мы знаем. Но нужна поддержка. Если у кого-то есть сообщение, номер, Украину или друг, то пишите приятные, теплые слова. Потому что сейчас реально уже немного серьезно, и все плохо пошло. И это очень плохо нужно, чтобы все было хорошо. Чтобы там уже многие пострадали. Давайте просто сейчас креститься в трекове, молиться, чтобы все было хорошо. И хотя бы вам с вами еще раз вспомнить, а поговорить, кто такие волонтеры. Волонтеры это те, кто помогают людям. Например, человек заболел, и у человека нужно купить хлебушек. И хлеб, и молоко. И волонтеры это исполняют. Они покупают хлеб и молоко, и за это не платят деньги. Это просто чистое сердце. Человек помогает от всего чистого сердца, чтобы все было хорошо. Да, зря я высунул цветы. Сейчас их убью, они все посыпались. Сейчас я себе срочу. Вот. Что у нас волонтеры за это не дают деньги. За это не платят. Это просто такая маленькая работа. Это не работа. Это просто так... Это называется помочь людям. Например, есть работа, служение. Это не за деньги. Работа, служение, волонтеры, это не за деньги. Это не работа. Это всего лишь служение. Мы служим Богу. А вот работа уже на программистра, на... Ну, что еще? На врача. Это уже работа. Но священник тоже работает. Он полнает свою должность. Он не для себя служит, а для людей, чтобы им было лучше. Вот. Вот что я сейчас хочу вам сказать. Сейчас посмотрю, сколько у нас линия. Сейчас посмотрю, сколько у нас линия. Возьмите сейчас листочки и попробуйте догадаться на букву Б, какое есть... Нет. Возьмите сейчас листочки и напишите работу на букву С. Это по-крестьянски. Хорошо? Кто в церкви работает? Давайте сейчас все не будем подглядывать. Я пишу и вы пишите. Хорошо? Давайте. Я немножко подожду, чтобы вы взяли. Кто не успел, может сейчас поставить на паузу, взять и потом дальше слушать. Давайте. Слово, которое, например, работает, но не совсем в церкви. Подсказка. Написали? Не написали, ставьте паузу и пишите. Паузу. Паузу. А кто написал? Слово? Пять секунд. Четыре. Три. Два. Один. Слово священник. Кто написал слово священник, пишется не све-ще-ник, а пишется свя-ще-н-ник. Вот так. А давайте сейчас напишем слово, кто выполняет свою работу, кто приезжает на праздник и почти как священник, но он в стихаре и читает молитвы. Кто это? На букву Д. Кто не успел, ставьте на паузу и пишется. Кто написал слово дьяка. Все. И кто помогает священникам. И кто служит и подает кадилы и носит свечи. Давайте на букву А. Кто не успел, ставьте на паузу. Слово алтарники. Слово алтарники от слова ал-та-р и алтарники. Вот так. И давайте еще. Как называем последнее. Как называется стена в фраме, где стоят слева и справа двери, а посередине царские врата. И что это все окружает, какая стена. Как это называется на букву И. И вторая буква К. Подсказка. Большая. Большая. Кто не написал, паузу ставьте. Кто не написал, слово иконостас. И-ко-но-стас. Вот все. Написали. Вот что я хотел сегодня с вами написать. Ребята, я думаю, что видео уже будет заканчиваться. Оно уже нормально получилось. Адекватное, хорошее. Но и доброе. Ну что ж, ребята, я думаю, что вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на канал Миша и Собакин Фреддик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждите завтра новых серий. И всем пока.